всем привет и заверят сегодня выбираюсь в город очень редкий для меня случай почему потому что редко езжу в город и хочу чуть вам поснимать на тему видео на тему влога то чем я буду заниматься какие у меня планы погнали а пока машинки прогреваются переключаются с бензина на газ есть возможно с вами пообщаться пробег у нас на машине 127000 и в сентябре того года когда было сто шесть тысяч с копейками то есть 22000 назад мы поставили газобаллонное оборудование сожалею только об одном что не поставила раньше вот сейчас поеду на первое то очень не хочется тратить на это время на пробки на ожидания ну без этого к сожалению никак кажд 20 тысяч необходимо сделать его на улице у нас сегодня минус 8 минус 10 но скоро будет гораздо холоднее что-то обещают какие-то морозы по ночам 20 возможно даже 25 снега пока не так много как могло быть вот хоть и выпал но пока очень-очень мало ну для для нас же это бонус потому что не надо чистить очистить нужно будет немало меньше конечно чем в том году вообще чистить нужно будет очень много то есть домовая территория у ворот возможно вот эту ту же территорию как-то надо будет чистить на улице еще горит освещение потому что темно в нашей деревне поеду я наверно через мысы по трассе не поеду вот кому-то дрова привезли очень многие берут вот что-то обрезки там горбыль на ближайшем заводе железнобетон и вроде нужно оплатить только доставку но эти материал все так конечно для топки ну дешево дешево и сердит зима в деревне тишина практически ну мало очень народу садоводы сейчас уже вообще не ходят ну крайне редко может быть как-то что-то там так только местные жители коренные местные жители которые здесь живут зимой и летом есть такие которые только летом живут вот опять переезд закрыт я не знаю что стало происходить вообще просто какая-то напасть и напишите в комментариях я потому что этот вопрос хотел посмотреть в интернете может быть кто-то знает вообще как долго может быть закрыть переезд камеру 4 не последнее время очень долго вот вот такие поезда стоят он чуть-чуть туда не дни не доехал до какой-то там отметки все переезд закрыт он может быть и полчаса и час и весь день даже закрывают переезды очень длинные вагоны составы там постов по 100 вагонов и поэтому переезды закрыт попасть на ту сторону а верят или допустим из краснокамска в краснокамск попасть вообще практически или вновь ивановку ехать если повезет а если не повезет то там тоже надо будет стоять ждать переезды вот буквально закрыты практически все время раньше такого не было вот на раз пусть где-то в течение двух недель такая напасть и это очень сильно раздражает вроде раз уехал на ту сторону проскочил в магазин там или еще куда-нибудь по своим делам обратно попасть не можешь перес закрыт и стоишь у так полчаса час может откроет может не откроет вот как с этим быть других вариантов нету туннелей нету мостов каких-то нету как ездить хочу еще знаете что сказать стараюсь выезжать из города не раньше 9 из города город не раньше не раньше чем 9 часов ну что у меня запись на 10 я специально записался надеюсь если записался я бы на 9 я бы часа полтора бы наверно потерял бы в дороге так я записался на 10 выезжаю вот 9 с копейками приеду ныра чуть пораньше с запасом но не буду нигде стоять в пробках вот это важно то есть нужно стараться где-то в 10 вот пол одиннадцатому если в город куда-то надо но не раньше никак потому что пробки 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 это вечная проблема крупных мегаполисов в том числе города перми первая рога . все время здесь на трассе стоит машина и стреляют на скорость больше по пути в город ну по той дороге который я сегодня поеду камер по моему они на красавинском мосту еще камеру будет но все равно в любом случае несмотря на это стараюсь не нарушать еду 100 110 так в таком режиме где-то хотел помыть вам окно сделал только хуже не замерзайка шикарная не замерзайка замерзла вот такая теперь картина у нас будет да надо ее как-то оттуда вытворять и залить хорош барыжет всякую фигню продают так бояшка я заезжаем мы это район заостровка вот здесь справа овощная база очень крупная но я рада единственная такая крупная стали уже помелче слева вот заостровка вот там в дымке виднеется микрорайон парковый и вот здесь скорее всего сейчас будет пробка на въезде в принципе я никуда не тороплюсь еду наоборот даже раньше чем надо 930 метод осталось ехать километра может быть так на скидку 3-4 не пробки нету кстати прямо улица трамвай на делают дорогу уже наверно полгода наверно делают никак не сделаю может быть как-то что-то разгрузится так выезжаем и микрорайон парковый самое начало нам нужно будет проехать туда прямо налево будет парковый а мы едем прямо пьяная дорога называется пьяной дороге паять какие тут дома очень все плотно застройка такая здесь панельные здесь вот какие-то новые дома строят построить справа река мулянка ну в ней конечно же никто не купается но название наверно само за себя говорит почему-то у меня так это ассоциируется вот знак показывает кунгур 90 километров отсюда город такой тоже есть вот здесь какие-то магазинчики не был тут ни разу этих магазинов автосервис автомойка ну как видим что даже городе вот на заезде в город до какого-то движение такое не очень активная так скажем людей почти не видно аккуратно дадут и куда короче я еду очень рано прямо очень рано и вот это последний промежуток дороги по которым не нужно проехать и потом в самом конце этой дороги слева будет компания автомастер газ куда сейчас еду время 33 минута я на 10 часов записи и просто потеряю время может быть что-то там где-то пораньше освободиться освободилась я честно говоря не уверен вот эта компания про которую я вам говорил газовая . автомастер газ время у нас что не успел посмотреть без 20 по моему да без 20 10 я приехал рано ну пойду спрошу может быть не опусти пораньше время 44 минуты у меня уже приняли машину сказали мастера есть свободны по времени искали 40 минут все будет это дело происходить я попросил сыгром можно поприсутствует машина ездит очень громко шумно можно группа присутствовать на замене что там как но если вы очень хотите то можно а так мастера этого не любят ну раз не любят я решил не настаивать посмотрим что сколько будет по времени главное чтобы все получилось быстро и качественно все машинка готова время 1026 действительно 40 45 минут единственно сейчас ощущая немножко салоне запах газа не знаю с чем это связано вот фильтр или фильтра которые мне поменяли цели все в хорошем состоянии все замечательно по деньгам это стоило 1450 рублей с 950 рублей это техническое обслуживание хомут какой-то там поменяли где-то по деньгам его ничего видимо не стоил фильтр жидкой фазы ландер энзо 200 рублей фильтр паровой 300 рублей что тут тоже сам 1450 рублей 20 тысяч пробег напишите в комментариях как вы считаете дорого это или недорого и вообще хотели бы вы себе поставить газобаллонное оборудование и будет ли экономия какая-то у нас сейчас газ стоит пермском крае 24 рубля если не ошибаюсь ну все едем дальше за рыбой позвонил я сейчас салон где покупал машину там познакомился когда покупал человек почему позвонил потому что у меня вопрос тут градусики я вот ребят честно говоря в этом нифига не разбираюсь короче системе от гидроклапана их надо сто пятьдесят тысяч полу километров регулировать оси какие-то стаканы стоят может неправильно говорю то их нужно раньше там регулировать час не должен быть переизвинить сказать ну речь не об этом речь о том что я хочу машину это как вот я бы ездить ездим может быть там менять ее не менять по финансам грамметь пока не получается как вообще есть есть могут а катализатор стоит наверно стоит я бы ничего не убирал могут лучше катализатор удалить может рассыпаться сейчас где до него гарантия вообще 1000 километров всего его на сразу как бы убирать но так как и ездим сейчас мы на газу может быть и он вообще не задействован сейчас узнаю короче вам расскажу а также чем машина хорошая ничего и не будет то что вот я ему рассказывал что это менял там ремни грюри менял там еще что-то менял это как все расходники и ромдак ездит и и дальше будет ездить так что вот такой отзыв океа рива я в принципе тоже доволен особенно по тем дорогам по которым мы ездим это просто трэш но сейчас мы едем по шоссе космонавтов это вот улица 9 мая справа у нас начинается больничный городок слева лес парк как черняевский лес в котором многие любят гулять я раньше тоже хотел гулять когда жил в этом районе это район мы сейчас едем в район газнак не нужно там будет забрать рыбку речную вкусную рыбку забрал я рыбку не так много как хотелось бы конечно ну сколько есть вот судачки 3 судачка что выяснилось по машине у меня стоит стоят гидрокомпенсаторы никакую регулировку мне идея делать ничего не надо они сами автоматически регулируются но выяснилось что у нас стоит катализатор который нужно удалять потому что особенно на газу может быть ничего не случится а может он и рассыпется у киа бывают такие проблемы он рассыпается засасывается в двигатель и сейчас медали контакт человека которому нужно подъехать который сможет все это сделать я не знаю разрешат мне поснимать или не разрешат но будем надеяться что все будет хорошо и мы поснимаем этот процесс по совету моих хороших знакомых дали контактный телефон зовут евгений сейчас приехал к евгению в сервис будем удалять катализатор мне уже немножко примерно объяснили для чего это делается мы сейчас не немножко чего-нибудь поснимаем и покажем вообще стоило его удалять или не стоило помимо удаления катализатора еще будем делать перепрошивку это надо для чего перепрошивку сделать изменить норму токсичности это вы вы исключите за работу катализатор потому что его нет вот надеюсь наши умные телезрители все поняли я нифига не понимаю здесь на пакете находятся удаленные катализаторы их удаляют бесплатно почему потому что в них содержится палладий и роде руками можно трогать вот такой катализатор и потом их куда-нибудь там наверное он сдают в общем их куда не знаю куда посмотрим как будет выглядеть у меня и так чтобы вы понимали вот эта вся процедура занимает где-то часа четыре что придумали что так раз и пять минут и готов то есть механическая часть занимает очень много времени а вот уже сама прошивка как мы сказали минут 15 ну что четыре часа значит четыре часа кожухи защитные убираем и добираемся до самого вот так вот примерно все это катализатор да вот это сам сам катализатор но вот сам корпус катализатор да все правильно как мы тут со всем этим делом разбираемся евгений говорит что у меня все таки не гидрокомпенсатора скорее всего клапана стаканчики не знаю как правильно и действительно начали выяснять разбираться подняли документы модель двигателя действительно стоят вот эти вот как не стаканчики или как стаканчики стаканчики стоят требует вот требуется подсказывать мне требуется регулировка клапанов которую нужно делать каждые 90 тысяч километров у меня 127 сейчас позвонил официалом хочу узнать сколько это стоит только это по времени и вот наверное сварной шов завода то есть по него будет резаться разбираться то есть полностью вот это когда срезается резается по зафарному шуку разбирается внутрь пламя-гаситель и собирается обратно сейчас все поэтапно можно посмотреть вот таком состоянии катализатор это насколько печально состояние вот среднее начало вот эти повреждения средне печально но много начала начала самое во время короче успели вовремя то есть у нас движок пока ничего не пострадал да отлично так вот это у нас пламя-гаситель вставляется место катализатора пламя-гаситель должен быть хорошего качества здесь фирмы м джи рейс если он будет плохого качества пламя-гаситель то ситуация может быть еще гораздо хуже от того что развалился ли катализатор либо вот эта штука развалится оставить только хорошего качества сейчас все это дело провариваются ставится заваривается собираем обратно все у нас заварено провалено аккуратненько очень все сейчас будем устанавливать на место и наконец-то мы поедем домой домой я очень уже хотят умыть с утра выехал думал на часик-два время уже часа два-три пора возвращаться домой родную стихию и заниматься делами делами они просто так тут языком припать вот таким образом это все устанавливается обратно приходится бегать вверх и вниз и как-то это пытаться установить то место где это был неудобная работа вся работа по сборке завершена будет очень интересный момент это будет замена программного обеспечения посмотрим как это будет проходить как это быстро долго прошивка для чего она нужна если мы ее не сделаем как мне объяснили у нас загорится чек и ничего в этом хорошего нет после прошивки никаких у нас ошибок не должно быть все должно быть замечательно и вообще для для чего вся эта процедура делалась во первых у нас понятно что мы сохранили наш двигатель не сыпался катализатор ну и второй момент у нас должен сократиться расход топлива то есть если у меня был 10 литров на 100 километров сейчас теоретически должно быть 98 где-то так если все зависит опять от манеры езды как будем ездить гонять не гонять если все спокойно плавно должен расход снизиться ну и вот сейчас вот будет перепрошивка делается подключается какая-то такая штуковина там провода ноутбук и сколько это по времени занимает пять минут прошивка от пауля до паулю паулю он же павел иванов паспортные данные прочитали выбираем соответственно программное обеспечение которое у нас нужно в этот автомобиль . какая машина марка модель гу после года так после четырнадцатого года 16 механика соответственно вот прошивка по идентификатору все совпадает программа спрашивает в действительности ли мы хотим это сделать подтверждаем а если потом надо будет обратно вернуть обратно уже возможно вернуть но загорится опять же вам по неисправности потому что изменена отсутствует катализатор все соединение данная прошивка стоит 3000 рублей все короче сделали закрываем машину выезжаю на улицу по времени это заняло четыре часа все в принципе как и планировалось еще предполагалось что машина будет работать гораздо громче чем обычно я вообще никакой разницы не слышу не чувствую все сделали быстро четко классно ссылочку на группу я вам скину посмотрите может кому-то интересно может кому-то актуально обращайтесь не стесняйтесь можете сказать что от меня человеку будет приятно наконец-то я еду в сторону дома по хасанам очкалова развернуться на компрос там еще мне нужно заехать товарищу забрать у него кое-что кое-что нужно забрать и домой напрямик сейчас еду на машине мне сказали сначала на бензинчике немножко прокатиться чтобы понять разницу я офигел какая разница на самом деле вот прям вот я не знаю представляете вот она просто шпарит машин вот я вот еду так опасно опасный момент подаю газку меня провожу вдавливают вставливать сиденье раньше такого не был реально как бы я ощущаю разницу потом посмотрим как будет это на газу но сейчас я очень сильно ну не очень сильно но ощущаю разницу от этой перепрошивки всего что было сделано прикольное ощущение почему это уже не сделал раньше я не знаю вообще не хочу ждать решил сразу попах переключиться на газ пешеходный переходе и проверить как на газу на газу тоже офигенно папа как поддает машины интересно все стало гораздо интересней есть это едем мы сейчас по компросу тихий компрос спускаемся вниз каме нашей речке каме когда редко бываешь в городе удивляешься нифига себе улицу революция открыли это вообще почаще надо выбираться сейчас хочу еще раз продемонстрировать смотрите я не знаю сколько это видео чуть-чуть педальку газа нажимаю так вот это происходит офигеть ощущение вот мне кажется явно очень видно какой у нас светлый солнечный город едем мы через реку кама в наши родные пенаты аверяты верят а вот смотрите какая картинка как он нравится классно серо мрачно тоскливо грустно печально ну ничего нас как говорится ничего не берет у нас отличное настроение меня хорошее настроение подшиманили машину будем дальше кататься наслаждаться а сейчас бегом бегом домой выезжаем но очень интересный участок дороги раньше считалось это загород вот даже знак есть посмотрим они этот видеофиксация то что раньше считался что это загород и здесь можно было ехать ну 90 там 110 максимально да сейчас вот на этот участок это мы едем в сторону северного кладбище акуловский этом противно в на всем протяжении этого участка как мне сказали поставили видеокамеры которые замеряют среднюю скорость сейчас это считается город здесь получается максим вот сама камера вот она здесь получается максимум можно ехать 80 километров в час здесь крайне редко бывают какие-то аварии крайне редко что-то я не знаю пробки какие-то в этом направлении почему это сделали я вообще не понимаю но аргументация была следующая что дорожное покрытие не очень хорошего качества в связи с этим стоит снизить скорость движения автотранспорта выгоднее же собирать штрафы чем ремонтировать дороги правильно сейчас вот здесь за городом где можно всегда было ездить 110 90 110 вот тащимся еле-еле 80 ну а самое то удивительно что здесь двухполосное движение разделительное бордюр да такой есть с той стороны тоже две полосы 80 предел и вот все так едут за мной машины так едут здесь вот справа вправо это также машины никто не нарушает кому нужен штраф и ехать примерно на протяжении значит скажу километров на 5-6 за городом но со скоростью как в городе еще а то камера стоит где тут зачем ехать так медленно зачем для чего потому что здесь плохая дорога покатился я по трассе приезжаю уже сам что хочу сказать я не знаю то ли перепрошивка это ну скорее всего перепрошивка большей степени повлияло на машину но мне кажется мощность увеличилась процентов на 30 я еду прямо ощущают конкретно сейчас чаще приходится смотреть на спидометр чтобы не нарушать скоростной режим ощущение конечно приятные когда у тебя машина стала мощнее чем было хотя вроде все то же самое ничего не изменилось внутри и снаружи машин ну вот мы и дома мы и дома нас встречают я пока по телефону разговаривал припарковался девка прибежал такая воскуха ты такая грязная у меня грязная грязная собака так а чё кем от меня пахнет тепло мы все пускай меня пускать девчуля классно классно классная собака классно ну в общем все накатались прокатали весь день время уже пять часов подходит концу кому понравилось видео ставим лайк кому не понравилось дизлайк обязательно подписываемся комментируем а я сегодня буду с вами прощаться всем спасибо за внимание удачи пока 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 пока